Безосновательное задержание активистов антитрухановского Майдана Сергея Хадеяка, Елены Михайленко и Виталия Савчука вызвало протест общественников. Обстоятельства дела указывают на заказной характер расследования. Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области пытается представить свои действия как законные и непредвзятые. Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Одесской области расследуется уголовное производство по статье 294 части 1, через 14 статью это приготовление к массовым беспорядкам, захватам админ зданий. В результате расследования данного уголовного производства были допрошены в качестве свидетелей лица, фамилии которых вы назвали ранее. После проведения с ними следственных действий данные лица не ограничивались в передвижении, либо в другом. Были сразу же закончены после того, как закончились с ними следственные действия, они покинули следственное управление. По информации активистов антитрухановского Майдана события развивались иначе. Имело место задержание с последующим нарушением законодательных норм. Когда они задерживаются, должен быть составлен протокол, в котором должно быть указано место, время и обстоятельства задержания, на основании чего их задерживают. Их задержали, привезли сюда в областное следственное управление против их воли, так как задержанных. Тут их опросили и после этого отпустили. Какие-либо протоколы задержания, либо ареста предоставить заместитель начальника областного следственного управления нам отказался, потому что их просто не существует. Можно сделать вывод, чем занимаются наши правоохранительные органы и кто является заказчиком данных мероприятий. Если расследование действительно проводится, полиция должна ответить на главный вопрос, кто дал ложную информацию о наличии оружия у активистов Майдана. Общественников бездоказательно обвинили в совершении преступления. За ложное обвинение предусмотрена уголовная ответственность. Александр Рябиноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ.